Приветствую друзья! Сегодня речь пойдет про уникальный токарно-револьверный станок, созданный американской компанией Warner и Swayze под названием M1200. Swayze и Warner познакомились в 1866 году, будучи товарищами-подмастерьями на Экстерском машиностроительном заводе в Экстере, штат Нью-Гемшир. Через несколько лет они вместе перешли в компанию Pratt & Whitney в Хартворде, штат Коннектикут, которая была одним из ведущих производителей станков той эпохи. Там они оба продвинулись по служебной лестнице, причем Warner дослужился до начальника сборочного цеха, а Swayze до бригадира зуборезного цеха. Там Swayze изобрел эпициклоидальный фрезерный станок для вырезания кривых для фрез, используемых для нарезания зубчатых колес. В 1880 году Swayze и Warner уволились из Pratt & Whitney, чтобы вместе начать производство станков. Они отправились в Кливленд, штат Огайо, где их компания действовала в течение следующего столетия. Они работали вместе в течение 20 лет, без официального корпоративного соглашения, в течение которого основными продуктами их партнерства были различные модели токарных и фрезерных станков. С самого начала партнеры строили как станки, так и телескопы, что отражало их интересы в производстве инструментов, приборостроении и астрономии. После почти 20 лет успешного роста партнеры поняли, что их бизнес растет достаточно, чтобы придать ему официальную корпоративную структуру. Поэтому в 1900 году они реорганизовали его под официальным названием Warner & Swayze Company. В середине 20 века компания была хорошо известна в американской промышленности. Ее продукция, как токарно-револьверные станки, так и инструменты, сыграла очень важную роль в военных действиях в обеих мировых войнах. Warner & Swayze принимала участие в переходе на станки с числовым программным управлением в 1950-1970 годах. Но, как и многие другие производители станков, те десятилетия в конечном итоге на ее повлияли преобладающие в отрасли тенденции слияния и поглощения. Она была приобретена корпорацией Bendix в 1980 году. Конкретно станок M1200 был одним из апогеев продукции, выпущенной компанией Warner & Swayze. Он довольно быстро распространился по различным предприятиям с момента его создания в 1968 году. Это была третья версия станка, о чем говорит Шилддик на передней поверхности передней бабки. И, как мы понимаем, ей предшествовало еще две версии. Если рассматривать технические характеристики станка, то скажу, что максимальный диаметр заготовки над станиной составлял 381 мм. Шпиндель имел сквозное отверстие диаметром 38 мм и развивал усилие мощностью 5,6 кВт. Минимальная скорость вращения составляла 67 оборотов в минуту, а максимальная 1480. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok